Ну, были у нас проблемы, определенные составом на игру. На некоторые позиции вышли люди не на своих позициях. Кто-то молодой вышел, кто вторую игру играл на уровне ФНО. Ну, несмотря на это, я считаю, пока были равные составы, мы играли достойно. И я считаю, в целом была равная игра с обоидово острыми моментами. Есть неудаление, я думаю, что игра на три результата была. Ну, здесь надо сказать, что судья сделал свое дело. Первый раз в этом сезоне хочу отметить, что первая желтая спорная, а вторая желтая просто обыкновенный эпизод игровой. Обыкновенная борьба, издается желтая. Понятно, что он ждал, дали повод, но через пять минут сносит Осипенко по Руденко, через подкорень, но тишина. А так, в целом, все, если вопросы есть. Пожалуйста, вопросы. Игорь Николаевич, а сегодня ограниченный состав был? Ну, у нас уже приехали на игру Пантелея типа лобояринов, и что-то случилась какая-то эпидемия в основной команде, и срочно потребовались люди в Уфу, и буквально сегодня день игры, занялись переездом в Уфу. Кроме подготовки игроков к основной команде, есть ли у вас турнирные задачи в чемпионате? Ставите какие-то цели занять определенное место? Нет, руководство, конечно, никаких задач не ставило, даже задачи удержаться не ставило, по крайней мере, я не слышал. Конечно, все спортсмены амбициозные, и мы, тренеры, в том числе, хочется в каждой игре побеждать. Поэтому здесь задача, понятно, что основная задача – это подготовка для основной команды, но параллельно футболисты должны учиться молодые и достигать результаты на этом уровне, поэтому здесь все идет, не мешая друг другу. Конечно, мы хотим выигрывать и подниматься выше, но есть объективный, лимитирующий фактор. В этом сезоне появился «Краснодар-2», «Зенит-2», «Чертаново», «Спартак-2». Какую-то, ну, условную таблицу вторых команд ведете? Для сколько матчей вот с этими коллективами выделяете или нет? Нет, нет. Ну, может быть, мы для кого-то являемся раздражительным, кто-то, понятно, может, к нам как-то по-особенному относится. Ну, ко всем командам одинаково относимся. Ну, может быть, исторический, наверное, все-таки есть подоплека в матче с «Зенитом», все-таки, наверное, «Спартак», «Зенит» — это как-то и переносится на вторые команды. А что касается «Краснодар», первый год играет «Чертаново», играет первый год, поэтому каких-то традиций исторических еще не сложились в противостоянии. Отчасти «Зенит», можно сказать, но мы к каждой игре одинаково относимся. Спасибо. Виктор Динович, как Вы считаете, Пантелеев лучше в нынешнем его состоянии играть регулярно в «Спартак 2» либо бороться за небольшую игровую практику в основной команде? Ну, это должен грешать главный тренер основной команды. На мой взгляд, конечно, здесь можно дать шанс Пантелееву. Данные у него есть, чтобы он играл на уровне премьер-лиги, я думаю, может быть, или зимой, или летом ему этот шанс предоставится и тут уже от него зависит. Так, я думаю, у него есть данные. Продолжение следует...